Оспорить завещание, договор дарения, купли-продажи, как, впрочем, и любое другое юридически значимое действие в гражданском процессе, можно через психиатрию. Процедура, устанавливающая неспособность лица к осознанию сути и последствий юридически значимых действий, называется судебно-психиатрической экспертизой. Причем, если мы говорим о завещании, то, как правило, проводится она посмертно. Рисунок судебного заседания по подобным вопросам в упрощенной форме выглядит следующим образом. Оформляется исковое заявление, в ходе заседания предоставляются доказательства, выносится ходатайство о производстве экспертизы, а следом и определение о производстве экспертизы. Происходит непосредственно производство экспертизы. Эксперт, причем, может ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, но обычно все ограничивается меддокументацией и справками. Заседание оглашается и следуется заключение. Производится допрос эксперта. Приняя сторон. В результате суд принимает пропорциональное решение. Внимание! Это упрощенная схема с позицией специалиста по судебной психиатрии, и она не учитывает всех особенностей и подводных камней в порядке рассмотрения дела по существу. Компетенция судебного психиатра и юриста – это качественно разные плоскости знаний, и мы настоятельно рекомендуем заблаговременно заручиться поддержкой профессионального адвоката. По понятной логике, ключевым элементом в принятии судом решения, удовлетворяющего вашим интересам, будет заключение эксперта. Качество его выводов будет напрямую зависеть от предоставленных доказательств и личности эксперта. Условно доказательства можно разделить на прямые и косвенные. Прямые доказательства – это сведения из медицинской документации, содержащие описание медицинского критерия. Диагнозы – косвенные доказательства. Это специфический информационный след, образующийся в результате жизнедеятельности больного, который находится в прямой причинной связи с расстройством, а следовательно является доказательством наличия патологии. Личность эксперта упоминается в смысле сочетания его практического опыта, квалификации и степени халатности по отношению к производству исследования. Опыт и квалификация предполагают, что эксперт способен идентифицировать, проследить и описать причинно-следственные связи в рамках косвенных доказательств. Но высокая степень халатности предполагает, что эксперт, который при любом раскладе получит свою зарплату, не будет утруждать себя длительным кропотливым интеллектуальным трудом и подменит исследование косвенных доказательств констатации отсутствия прямых, что и ложится в обоснование выводов и в последующем является труднооспоримым, хотя в математическом эквиваленте подобное обоснование имеет нулевое значение. Ваши доказательства и их интерпретированный документальный аналог должен быть убедительным и допустимым с научной точки зрения. В таком случае эксперту будет проще дублировать готовое обоснование, нежели прилагать потенциальные усилия в его опровержение. Сбор доказательств, как и при любой другой сложной активности, производится по плану. Планом в данном случае выступает проект заключения, то есть это то заключение, к содержанию которого необходимо стремиться в тяжбе для получения нужного вам результата. Оно составляется следующим образом. На основании известных фактов предполагается медицинский критерий несделкоспособности. Диагноз. У каждого диагноза есть перечень диагностических критериев. Под каждый критерий собираются доказательства и формулируются обоснования, раскрывающие логическую взаимосвязь. Они, в свою очередь, в резюмирующей части, по совокупности объясняют юридические критерии несделкоспособности. Полностью расписанные таким образом критерии соответствуют в заключении обоснованию. Таким образом, доказательства собираются и предъявляются предметно, включая не только документальные свидетельства, но и акцентированный допрос свидетелей. Имея на руках выполненный проект заключения, возможно верифицировать и потенциально привязать экспертную организацию к следствию вытекающему из имеющихся данных, причем производятся подобные манипуляции, по возможности еще на подготовительном этапе. Не торопитесь писать исковое заявление. Обязанность по доказыванию – это ваша проблема, и никто не будет в чем-то там разбираться, если вы не сделаете это сами. Первым шагом – собирайте команду, обладающую всеми качествами, для эффективного участия в процессе. Если активный адвокат уже есть, то в части судебной психиатрии можете стучаться к нам, контакты перед глазами и под видео.